Всем привет! А что если я вам скажу, что 7 декабря подходящий день, чтобы расплатиться со всеми долгами и вообще подумать о своей финансовой стороне жизни? Это не я придумала, это статьи меня натолкнули на это. Например, в статье от 1985 года приведена статистика того, куда тратят свои деньги молодежь. Но перед тем, как я прочитаю саму вырезку из статьи, давайте узнаем, куда тратят не заработанные, а карманные деньги современные школьники. Официальные данные гласят, примерно 32% детей тратят деньги на одежду и обувь, 40% делают сбережения и примерно 90% всех, кто откладывает деньги, делают это для того, чтобы приобрести покупку, чего бы вы думали, конечно, смартфона. А теперь вернемся к молодежи 80-х годов и узнаем, куда тратили они деньги. На первом месте 44% учащихся отдают зарплату в семейный бюджет, на втором 20% тратят на подарки близким и необходимые покупки, остальные тратят деньги на удовлетворение своих культурных потребностей. 80% учащихся заметили, что первая зарплата заставляет задуматься над тем, как непросто достаются деньги. А вы помните, как заработали свои первые средства? Лично я работала уборщицей в детском саду. Кстати, об экономии зачитаю строчки из статьи от 88-го года. Предлагаю организовать в городе с помощью газеты фонд охраны природы, чтобы каждый житель города отработал день или, к примеру, перечислил 10 рублей на природоохранные мероприятия. Иначе мы задохнемся от вредных выбросов завода БВК, выбросов ТЭЦ и Ангарскнефтьорксинтез. Идея-то хорошая, а вот поддержали ли ее? Что-то мне подсказывает, что нет. А вот про следующий фонд расскажу. О нем мы в газете писали, и фонд действительно актуальный на все времена. Пионеры и комсомольцы нашей школы провели ярмарку солидарности. На ней мы выручили 202 рубля. Ребята другого отряда собрали еще 9 рублей, сдав старые книги в Букинист. Собранную сумму перечислили в фонд мира на счет помощи детям Никарагуа. Кто не знает, Никарагуа – это государство Центральной Америки. Благотворительность – это сугубо личное дело каждого. В общем так, сегодня разберитесь со своим семейным бюджетом, если давно планировали навести в нем порядок. Всем финансовой грамотности. Увидимся через выходные.